Хм, а правильно гласит поговорка. Не было счастья с малку, не будет и до останку. Тут точно так же увереннее стишкой. Хм. Продолжаем. К комсомольцу Никите Свищеву Дмитрий приказал привезти курносенка. Тихон вошел с поднятой головой и возбужденно сверкающими глазами. Нечесанные волосы его сбились, как войлок, отчего небольшая его голова казалась еще меньше. Он беспокойно отыскивал глазами веренею, и когда увидал ее, торжествующе улыбнулся. Плюй в глаза, а им вся божья роса, только ухмыляются. Убивайте таких на преступном месте, а? — Парень чистяк. Неделю неумыванный, нечесанный. Хм, чистый. — Страдалец причестный, легкий ли? Ты плохо положил, у него пузонька разболелась. Но Тишка нес в себе радостную уверенность, только в себе не выказывал, что он потрясет всех правдивым своим рассказом. Даже под суровым взглядом Дмитрия Седова он улыбался. — Встань тут! — раздался голос Седова, и Тишка послушно прижался к стеночке. Никита с незаряженным дробовиком встал рядом. Через головы, не отрываясь, смотрели на преступника веренея и мать Тишки, старая Даниловна. Седов прокашлялся и заговорил в напряженной тишине. — Скажу я вам о своей собственной промашке, как вред от нее нам получился большой. — Вот где у вас кто в артели? Воры и мошенники. — Не ходите в артель. А потом, как полагается, и самого Тишку спросим, и в народный суд в район отправим. — Вот так. — Курносенок перехватил испуганный взгляд веренеи. — Угу. — И через что же я заблудился, товарищи? — продолжал Седов. — Через что же? Через что? — Неправедное мое рассуждение было такое. — Неправедное. — Отчего воровал Тишка при старом режиме? — Да от того, что все управление было воровское. Все. — Вот от слабости своих сил и грешил Тихон. — Вы же сами его за это только печкой не били, а? — А печку — это наше почтение. И вот я рассуждал. Вот могут быть лишние у нас бедняки? — Не, не могут. — А исправиться может, Тихон? — Может. — Да хватит протиску уже, а? Ну, печенки проела, ну. — Про промысел давай, про промысел. — Да, да, про промысел. И, напрягшись до красноты лица, Дмитрий силился перекричать собрание. Он беспомощно изрался по сторонам. Горсточка прижавшегося к стенке бедняцкого актива самому ему показалась жалкой. — Ну и где пропали? — Где? — беспокойно смотрел он в окно. Седов чувство, что разнузданность собрания объясняется не только остротой вопроса о выходе на промысел, но и скрытой кулацкой агитацией против помощи колхозникам. — А, дернул дьявол, понадейся на себя, — громко говорил. Он, не опасаясь быть услышанным, даже. Птишка забился в угол и смотрел беспомощно, как топтится с перебитыми крыльями. Он вновь ясно почувствовал, что не только никто не поверит ему здесь, но даже и не будут слушать его, да даже не дадут говорить. И рев начал постепенно утихать. С поднятой над головой толстой книгой к Седову вновь пробирался Егор Егорыч. Теперь Дмитрий был даже рад, что Рыклину удалось остановить вышедший из берегов крик. Егор Егорыч перехрестил старый в рыжем кожаном переплете, закапанный воском том. И раскрыв его на ленточной закладке. И тут гул уже окончательно стих. — Слушайте, граждане, особенно ты слухай, Дмитрий Митрич. Глава двадцать третья. Пятая книга Майсея Второзакония. Стих первый и второй. И шею мужиков все повытягивались. В глазах залегло острое ожидание. О, как книжка пише. — У кого раздавлено ятро или отрезан уд, тот не может войти в общество Господнее. Не может. И десятое поколение не может войти в общество Господнее. Вот так вот. Рыклин прочел и торжествующе ввел глазами присутствующих. Дмитрий улыбался, но по лицу мужиков он видел, что они все принимают всерьез. Действительно, так в книжке написано. — А что такое колхоз, как несоциальное общество? — Колхоз. А кого приняли вы? — Сына блудника? Вора и моторышку? — Не у Маркелки ли Курносенко за блудодейство ятро вырезал Михей Ягафонович? — Не? — Не этого ли блудника Тишка сын? — Удивляюсь, какие глупости ты говоришь здесь, — остановил Егора Дмитрий. — Что? Не веришь, бимбли? — повысил голос Егор Егорыч. — Поверь в науку. Слухай меня, товарищ председатель сельсовета. Смертельно внимательно слухай. — В науку ты, как коммунист, не верить не имеешь права. — Читал я в довоенных годах книжечку испанского итальянца Ламброзца. Так вот, этот самый Ламброзец досконально на фактах и картинках воров и разных тюремщиков доказал явственно. — Черепок, к примеру, у человека клинышком кверху, значит, быть ему всю жизнь вором, убийцей и шаромыжником, и никак этого не исправить. И тут уж против этого уже никак не вышкребишь. Потому что она, правильно, эта черепуха, мозгам, склад. Вот взять, к примеру, Моисея ли, пророка ли Илью, ну вот меня ли. Егор Егорыч похлопал себя по широкому квадратному лбу. — О-о, слухай. — И вот смотрите, раздорогие мои граждане, теперь натишку. — Угу. — Ну, прям по трет. — О-о-о, охвитеяльный, — звезднул Емелька Прокоткин. — Мир, стихия, Митрий Митрич. И Рыклин повысил голос до угрозы прям уже. — Не желает мир время дарогое на вора расходовать. Пощады грабителю ни на рыбий волос не может быть. — В тюрьму, Тишко, в тюрьму. Мир смертельно желает об промысле, об кедровании говорить, а не об этом. Правильно, мужички? Правильно? Вопросом закончил Егоры Горьевич и шагнул в толпу, как в ту в тайгу. В лес лесной. — Искрывся. Во время чтения Рыклина курносенок смотрел на него и сжимал кулаки. Ему хотелось броситься на этого Егора и вцепиться в глотку, а? Из-за леса, из-за гор вышел дедушка Егор. Ох, и скрылся. Но Рыклин даже и не заметил Тишки, как и нету его. Каждым словом он точно закапывал его в могилу. И тут лицо у Тишки помертвело. От духоты и от напряжения, от сознания полной безнадежности в глазах у него помутнилось. Силы изменили парню. И он привалился к стеночке и скользнул по ней, как в тот омут. А на полу было немного прохладнее. И Тишка поднялся. Желание доказывать кому-то свою невинность прошло. И он даже подумал. Эх, буду молчать. Буду страдать безвинно. Так лучше будет. От этого ему стало даже легче. Председатель собрания Акинф Овечкин приказал увезти Тишку. И толпа раступилась. За окнами послышался конский топот. Дедко Мемнон еще с порога крикнул. О, наши едут! Никита Свищев дернул Курносенко за рукав. И он послушно шагнул к двери. В ушах у Тишки стоял звон. Глаза были широко открыты. Но он никого не видел. Ищ разинул хлебал-то, как грач в жару. А слеп пропастина, заругался Емелька. Давая дорогу Тишке. От приехавших с поля артельщиков пахло землей и потом. Лицы были темные от пыли. Матрена Паганышиха, Христинья Сидиха, Пестимея Петушиха и жена Рахимжана Робега смущенно прятали от бабьих взглядов грязные руки. Поправляли сбившиеся во время скачки платки. Обасурманились. Воскресный день и они арапы арапами. Сдуреть бы им! Выкрикнула Фрося и презрительно поджала тонкие губы, как это делала ее мать. Вот точно! Матрена посмотрела на нее и не выдержала. Что вы не гоните кулацкую поповскую дочь? Уходи, чужого мужа бесстыдная нашейница! Уходи, змея ты подколодная! Хоть хвою жую, да на воле живу. А вы? И Ефросинья готова была уже взяться в спор, но ее остановил Дмитрий Седов. Да будет вам! Все, поиграли в спектакль. Хватит! Герасим Петухов с мужиками-колхожниками пробились к столу. Акин Фовечкин по веселевшим голосам объявил. Докладай, товарищ Седов, только с условием. Имейте в виду, граждане, что, ежели кто будет мешать бестолку, удалим ктишки в амбар. Конечно, я про какого-то там своего ламбросца не слыхал. Твоего. Это верно, — начал Дмитрий сурово. Но в этом ли беда, товарищи? Всего человек не может знать. Однако, сладкопевец подголосный, спрошу и я тебя. А скажи-ка мне, что обсказывали наши ученые люди о крестьянстве? Ему, крестьянину, от его темноты ничего, кроме своей семьи, не видно. Вот что говорили наши ученые люди. Я смертельно знаю, куда ты клонишь. Но ты мне только на один вопрос ответь, — крикнул Рыклин. Не глупеют ли овечки в стаде? А? И мужики затаили дыхание. О, те самые овечки. А Дмитрий весело захохотал. И смех его поддержали, и артельщики тоже. Мы не овечки. С их приездом Дмитрий снова почувствовал себя на месте. Вот, подоехали свои. На твою присказку я тебе, присказка же, и отвечу. Пень не околется, а глупая речь не пословится. Ясно тебе? Укус твой насчет овечек в стаде очень глупый. И хоть ты и смертельно пляшив, как пророк Илья, и в Моисея и смертельно вломишься, Но Моисея из тебя смертельно такой же, как и с хряка конь вороной. И актии, и фортельщики, и бабы, и часть мужиков тоже дружно захохотали. О, Петры мою! И Егор Егорыч потупился от этих овечек. Дмитрий решил тем же отплатить врагу, расквитаться за ламбросца. Овечки, может, и глупеют, А человек умнее только в коллективе, в товариществе. И пример тому дикий лесной человек. От одиночной своей дикости жрал он сырое мясо, А с камнем охотился. И скажу по совести я и тебе, Рыклин, и всем вам, товарищи, Неколхозных мужиков, которые позаперлись в своих дворах, Как дикий человек в пещерах каменных. Внукам нашим на картинах показывать будут. Вот где чуди-люди жили. Один другого живьем грызли. Вот оно. И единоличники начали кашлять, посмеиваться, Пещерные люди. И переговариваться уже друг с другом. Ну вот, к примеру, взять хотя бы братьев Селезневых. У них весь интерес жизни на данном этапе. Поскорее, получше, да побольше отхватить Для своих ловушек добычливый участок, тайги. Да и самые лучшие кедровники. Вот она, наипервейшая задача. И собрание смолкло, Поняв, что Седов перешел уже к самому главному. О, домой и пришли. Старик вон Федулов, он еще лучше. Он контровое дело предлагает. Сгоним алтайцев с их угодий, А сами пенки снимем. К чему ведет, товарищи, Нас с вами эта недопустимая враждебность? А? К поножовщине. Я вам это скажу. А мы вот, Черновушанский сельсовет, Этого мы не позволим. Почему сильные должны вперед захватить пушнину? Где же бедноте за ним угнаться-то, а? А куда пойдут артельщики в промысел, У которых еще хлеб на земле? Куда пойдут? Кулаки вон слух пускают. Артельщикам до белых мух не управятся. Им не до промысла. Врут. Мы тоже пойдем. И кто сочувствует, уверен я, Поможет нам в два-три дня хлеб управить. А мы уж их в обиду богачам не дадим. Не. Когда Сюдов кончил, первым поднялся Фома Недовитков. А дернуть зажиточных? Наш брат тоже не дурак. И, покрывая голос Фомы, яростно завизжал Емельян Прокуткин. На, зануждать у хватчиков. Ишь, хвать, хвать, хвать. Мени, мени, мое, мое все. Ишь, хвать, зануждать. Да, запретить выход за орехами толстосумом. Да, прям вообще запретить. Егор Егорыч сидел в углу и то надевал барсучью свою шапку, То снимал ее. Не глядя ни на кого, он поднялся и пошел в двери. Но у порога остановился вдруг. Постоял. Подумал. И стал пробираться к Сюдову. Через лес. Имею в виду, как я первый присоветовал, То, значит, и Редван, и лошадей моих с полной душой. А Дмитрий даже не слушал его. И Рыклин вышел из сельсовета. Ужинал дома молча, Удивляя Мадриду Никаноровну рассеянностью И невнятным бормотанием себе под нос. Своими руками вложил, а? В персты нож. Да что это ты сегодня, а? Аж бошь выливается. Рыклин поднял на нее выпуклые злые глаза И как крикнет. Нож никогда, говорю, на стол не кладешь. Ты, старая дура. Подождите, я еще его запущу им в бок. Еще увидите. Первым приехал на сборный пункт Егор Егорыч. Новенький, прочный Редван его Был запряжен парой рослых, Сытых, темногнедых меринов. Герезим Андреевич и Седов переглянулись. В актив прет. Хм. Палкой даже не отмашешься, Сказал Дмитрий и отвернулся. Председатель артели посмотрел На разбитый колхожный Редванюшка, На эту замученную в работе куцую, Куцую, С коротко остриженной гривой И челкой рыжую кобылу у канавязи И нахмурился. Хм. Не кобыла, а шлюха, Аж глядеть все равно. Фу ты. И плюнул Герезим Андреевич. Егор Егорыч поставил свою упряжку рядом. Атласные шкуры, Гулевых меринов, Раскормленные спины их были вычищены, Расчесанные гривы спадали до колен. О, какие контрасты! А на площадь стекались черновушания. Смотри, смотри, И Селезневские приперли. Плачут, да идут, Идут, да и плачут. И Петухов бронился. Тоже мне моду ввели, По самую репицу коням хвосты вот это резать. Да на шо воно! Да она куца эта лошадь все равно, Шо баба-то плешивая, но... И слепень ее по здешним местам одолевает. Ну, нашего, ну, а? А в природе? В природе как воню гуляют? Шо им вот это все подбревают там? Да нашего, ну, а? Тоже мне продумали. Герасим Андреевич никак не мог успокоиться. Новый Рыдван и сытые кони Рыклина, Поставленные рядом с заезженной артельной лошадью, Взволновали хозяйственного проседателя. Ну, как ей таким галяком от мошкары отбиваться, а? Потому она и худея вдвое. Ну, ну, а то потому, обрезалы, не унимался Петухов. Приехали еще на двух телегах, еще плюс два. Мужики были с виллами, женщины с граблями. С дальнего конца деревни подъезжали верховые, подходили пешие. Жалей артельную тварь, видишь в ней в чем душа. Не лошадь, а кость с дыркой, дырка на дырке. Жалей ее, Никандр Стахеевич, садись ко мне. Мэрины черта уворотят, — зазывал мужиков Рыклин. Дмитрий Митрич, я тут орудоваю, чтоб, значит, времечко золотое не тратить. А? И Седов подошел к подводе Рыклина. Верховые окружили его. Ощетинившиеся зубьями вилл, они напоминали Дмитрию волнующие дни партизанщины. Товарищи, артель Горной Орлы совместно с активом неубранную площадь разбила на два поля. Их надо заскирдовать, и сколько можно обмолотить для сдачи хлеба государству. С полос догумен расстояние поровну. Ответственный распорядитель Герасим Андреевич. — Все. — А угощение будет? — крикнули с Рыклинской подводы. — А? — Ха! — На похоронах и то бывает, — не удержалась Матрона Поганышиха. — Егор Егорыча нашим бригадерам! — закричали с Рыклинской подводы. — Да! — Рыклина! — Рыклина! — Герасим Андреевич скачал на свой Рыдван и, волнуюсь, забрал в руки вожжи. — Хм! Скорей управимся! Скорей выйдем за орехом и на промысел! — радостно прокричал Седов. Герасим Андреевич тронул лошадь. И верховые взвихрили пыль по улице. Все. Попылили все. Рыклинцы с тревогой следили, как вслед артельщикам потянулись однорукий Кузьма Малафеев с дочечкой, братья Ляпуновы с женами, Фома Недовитков с сыном комсомольцем. Телега Акинфа Овечкина тоже была полна присоединившейся к артельщикам молодежи. — Фома! К нам! Фома Исаич! — кричали вслед Недовиткову, но он только махнул рукой и погнал лошадь рысью. — Нечего время золотое тратить. Скорей, ради бога, а! — умоляющий кричал Рыклину Емельян Прокуткин. — Ну, скорей! Сколько можно! Егор Егорович что-то шепнул на ухо младшему Селезневу, и тот погнал коня к Рыклинскому дому в намет. — Да, бочонок, который поболе! — Хм! — Да подмолодит пускай! — кричал вдогонку Егор. Егорыч и многозначительно посмотрел на мужиков. Задержавшиеся разовещацкие близнецы Свищевы, большие любители выпить на дармовщину. Они сразу оп-оп переглянулися, придержали коней и пристали к Рыклину. Вот то! За Его и голосуем! — Не, артельщики, они, конечно, тоже дружные мужики. — Не пахаешь! — И мы тоже не против! — Не! — Но организма, она проклятая, который раз смочки требует! Ну, смочи! Путуна вот так объяснил Елизарий Свищев. — А нам, мужич, от организма все равно, что земля обязательно смочки требует, как сухую землю, тотчас же повторил брат Ериферий. — Ну да! Никандр Стахеевич Краснозобов, редковолосый мужик с желтым и дряблым бабьим лицом, заливисто захохотал от этого. — Пудели вы, лукавые! Ну, ей-богу, пудели! — А? Носа мучу или, а? С собаки! Рыклин, как и Грассим Андреевич, встал на ноги. В левую руку он забрал вожжи, снял барсучью свою шапку, перекрестился на Маленную и с места тронул застоявшихся лошадей в карьер. — На ближнюю дорогу! — селился перекричать грохот рыдванный стук копыт Бркуткин. — На ближнюю! Чуешь? На повороте показались артельщики. Егор Егорыч холестал лошадей вожжами. Ему казалось, что, обгоняя артельщиков на паре сытых своих гнедых, он навсегда втопчет в грязь Дмитрия Седова и всех их вместе с ненавистной ему властью. И на виду у всех! — Голубчики грабят! — Грабят соколики! — иступленно закричал он. И кони распластались, сделали словно вдвое ниже. Густые гривые их закинулись, трепеща по ветру, как те крылья. — Все, полетели, значит! Неубранное поле призывно желтело рядами скошенного хлеба. Часть сжатой пшеницы была составлена в суслоны. Багровая выкатила солнечко из-за хребта и выпила росу на золотистом жнивнике. — Коси пока роса, все, а не ма, едь до дома. И колыхнул ветер, обдал настоем спелого хлеба, полыни, богородичной травы и жаркий день покатился над тихими, задумчивыми увалами. Ищу дорогу, Герасим Андреевич обдумал, как он распределит народ на поле. Он гордился огромным массивом артельных хлебов. Новенькими веялками и лобогрейками, стоявшими на таку, радовался богатству. Лобогрейками. Хе! Лоб грей! Я тебя тарею! Теки шо скажи! Петухов схватил в охапку своих ребят и сына Емельяна Прокуткина, Ваньшу, и толкнул их на двух непоюношеских хмурых братьев Ляпуновых. — Смотрите же, не островите комсомольского звания, — пошутил он над ребятами, хотя отлично знал, что комсомольцев в Черновушке было только два — Никитка Свищев и Костюха Недовитков. На плотно уставленной снопами пшеницы ток загнали двенадцать лошадей. Коногон веселый широколицей Никитка Свищев взмахнул длинным кнутом. Кони, загрузнув по грудь в хлебной елане, как в топе, скачками начали пробивать первый круг. — О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- черный ток, желтое и светлое. — Хм, что твой Боб? Глаз выстегнуть может, — гордился Седов полновесным наливным зерном. — Ну, какое! Костюха Недовитков подбежал к Дмитрию. — Дядя Дмитрий, пока Никитка зерно выбирает, давайте начнем свою комсомольскую молодежную кладь с ближней полосы, а? Не дожидаясь согласия Седова, ребята устремились к снопам. Герасим Андреевич, укладывавший снопы в скирду, не сразу понял, куда это побежали столько ребята вместе с Дмитрием. Далеко не сразу. Но когда увидел, что парня наложили на ручку граблей, на ручки, как на носилки, под целой кучей снопов и понесли к таку, радостно закричали им сверху. Вот это придумка! Вот это комсомольцы, а! Недоставало телег для воски снопов. Из-за этого с таким трудом собранный на помощь артели коллектив работал не в полную силу. Седов начал вторую кладь рядом со скирдой, на которой стоял Петухов. Ребята в перегонке подносили ему снопы. На перегонки. По укатанной до глянца, похожей на ремень дороги, поскрипывая, двигались к гумну возы. Гумну двигались. Золотая россыпь соломы переливалась на солнце. Упавшие тяжелые горсти хлеба хрустели под колесом. Обгорелый, темный как цыган, Фома Недовитков подбирал их и затыкал в воза. Как горсть, так и калач белого хлеба. Это ж надо так. Маломощный середняк Недовитков в артель пока не шел, но всегда первый отзывался на помощь артельщикам. Никому-нибудь? Артели? Все там будем, только не в одно время. Ага, загадочно улыбаясь, говорил мужикам. Ха-ха, как помрем, ха-ха-ха, все там будем. Ну, вот так вот. Таке житие, и никуда ты не денешься. Мужик ты не глупый, Фома. И знаю, что наш. Наедине с Недовитковым говорил Дмитрий Седов. Машины у нас есть? Есть. Советское государство нам помогает. Ну, иди, иди. Пока просят. Ага, пока дают. А Фома только мрачнел личиком. Опять пойди с уговорами приходил, спрашивал Фома Егора Егорыча и переводил разговор на шутку. Когда девку за старика сватают, всегда золотые горы сулят. Ага. Работу и Дмитрий Седов все больше и больше наполнялся радостным чувством. Радостно было слушать и звонкий голос канагона Никитки, и разумные слова Костюхи, и скрип тяжелых возов. Дмитрий на лету подхватывал снопы, бережно укладывал их один к другому, как спеленутых грудных ребят. Не замечал, как проходило время. За работаю. Как за той песней. Казалось, что работу только начали, а поварихи уже задымили на стану. — А голодали? — недовольно сказал он Герасиму Андреевичу. Усталости Дмитрий не чувствовал. Хотелось только как можно скорее закончить с уборкой. Вздумал было он сбегать и на первое поле к мужикам. Но при мысли о них вставал Егор Егорыч из-за гор. — Куда едешь, а? — выдумал. И усилием воли Седов заставил себя думать о другом. — Во, вот так вот. — Нет, ребятенки-то. Ребятенки-то вон что делают. Не прекращая работу, сказал Седов председателю, указывая на молодежь. Герасим Петухов слышал голос Дмитрия, но плохо воспринимал смысл его слов. Непрерывный поток снопов падал к его ногам. Лицо, шеи его были красны, точно ошпарены кипятком. — Во-во, бурычочек. Подчернившую от пота на спине рубаху Герасима обдувал ветер. И, казалось, это он кружил разгоряченную голову запахами спелого хлеба и полыни. Егор Егорыч сорвал с головы шапку. — Граждане, пушченые единоличники, как все вы смертельно справные мужики, как вам говорить нечего. Егор Егорыч необычно запинался. — Как я ваш бригадер. И вот словно бы сегодня с артельщиками заложилось бежать конь по коню. По разлюбимому-любимому нашему коню, при вольной одноличной жизни, Которой деды и отцы наши честно прожили и нам завещали. Егор Егорыч оптер возбужденное ездой лицо. А вот как возбудилось. — И вот как смертельно некогда нам длинные речи пущать. — Некогда. Рыклин опасливо посмотрел на второе поле колхозников, и мужики все повернулись туда же. — То должны мы раз и навсегда нищету за пояс в работе заткнуть, чтобы не рыпались они на своих собраниях там, да, чтобы даже не прыгали. — Для пущей же затравки мужичьего сердца я медовухий бочонок жертвую. Вот так. — И поставить тот лагун, — Егор Егорыч посмотрел на Явлаху Селезнева. — В снопы и на бугре. — Да, на самом краю поля. — Поставить. — Главный мой помощник — Никанора Никеич Селезнев. — Найглавнейший, значит. — Разливай. — И рыхленно указал глазами на носатого, злобно насупшегося, насупившись старшего Селезнева. — Будай выполнять саму тонкую ответственную работу — вершить клади. — И вот, — Егор Егорыч, подняв над головой шапку, резко махнул ее вниз и выкрикнул. — Ну, с Богом, мужички, с Богом! — Единоличники поспешно распоясались и побросали на край гумношапки и зипуны. Два така артельщиков на разных концах огромных полей казались охваченными пожаром. В пыли, как в дыму, уносились люди, крутились лошади, слышались крики. Рыклин лежал на увале, смотрел, как работали единоличники, и прямо аж кипел от гнева. Его бесил мужичий азарт, вызванный им же. Рыжеголовый Емельян Прокуткин впереди дюжины рослых мужиков не ходил, прям бегал в дальнем углу поля. Золотая его голова взблескивала на солнце, как переспелая луковица, прям. — Вот что делают, вот что делают, мэриньо, а? Сами себе, собственными руками могилу роем. Не помоги, изгнил бы хлеб, но под снег ушел бы. А теперь что? Да они этим хлебом половину черновушки с ума сведут, а будь они прокляты. Рыклин медленно пошел к гумну и по дороге начал упрекать себя, что резко выступал на собрании против вчерашнего батрака Гужиеда Седова. — Ах, дурак! — Ах ты и дурак, Егор Егорович, хоть ты и Соломон, а? — Ах, дурак! — Дернул тебя за язык со смертельными овечками в стаде. И как он вообще меня с этим моим смертельным словцом подсек, а? Эх, как выловил! — Тоже с зубами, а? Кривой черт! Отучать себя надо от глупой привычки. Второй раз высмеет, и, пожалуй, действительно тогда уже смертельно, как, он говорит, получится. Ах, смертельный! — Язык откушу, если хоть раз скажу еще это прилипчивое слово, если хоть раз еще на собрании перечить ему открыто стану. Ну? — На твоем месте поддаться бы ему, конечно бы. Поддаться. — Вот так, Митенька, правильно. — Правильно, Митенька. Вот так и скажи. — Ну? — Покер не теля. Две цицкие сосе. Сам знаешь. — Ну, погоди, я тебе помогу, я тебя подсажу ножом на печечку. Вот так вот. А потом вот так вот. Да. Никанор Селезнев в складе кричал что-то Егору Егоровичу. И Рыклин ускорил шаг. Они вторую начали. Вручнуюсь на пыль. Аж пыль столбом. Вот засмеют теперь, донеслось до него складе. Егор Егорович перешел на дробную рысь. — Обгоняют? На хитрости, на изобретения. Егор Егорович бегал по гумну, останавливался, озирался по сторонам и вдруг закричал короткошеему плотному старику Фидулову, гонявшему лошадей по кругу. — Стой! Отстегивай, Мернов! Отстегивай, Мернов! Фидулов остановил запотевших лошадей, тотчас же уткнувшихся мордами в хлеб. — Сделайте, мужики, коней и с боч содел вяжите жерди. Сделайте, седлайте. Накладывайте снопы на жерди, увязывайте и наметом гумну. Начнем новую кладь, класты. Перехитрить, посрамить их перед всей деревней — вот чем кипело сердце Рыклина в эти минуты. Да чтоб не увидели, не переняли, а суетился он на поле. Навюченные на жерди снопы подвозили рысью. Егор Егорыч распорядился снять всех лошадей с молодьбы на скирдовку. — Чего затеяли честных лошадей на обман брать? — Дескать, телег нет, на горбах натаскаем. — Врете! — Тонко натягивайте. — Оборвете! — кипел Рыклин. Но новая кладь на глазах прямо росла, пуча с широким раструбом в небо. — Эк-ка разворошили добра, — громко сказал Рыклин. — Тучи бы, вот-то бы дождя поймали колхожники, а? — Вот-то бы солоду нарастили. — По лицу Егора Егорыча плеснулась злобная улыбка. — И так же вот довелось мне в деревне Лосихи тоже помощи у лавошника клади класть. — Тоже вот так вот работали один перед одним, с огня рвали. — Только и угоди вершить клади обиженный лавошником мужичок. — Шо ж бы вы думали, и навершил он. — Честь по чести кладет с краев, а посередке — абы как да абы о чем, вот так, посередке главное, шо видно, где было. А осень задалась мокрая. Ну весь дождь вкладива, вкладива туда и к ту ловушку, и переловил мужичок. Диву дался хозяин, что это у всех его кладей верхушки как гнилой нос тот, почернели, попроваливались. — Залез на одну скирду — и ухнул чуть ли не до самого дна. — О! в колодязь. — А в ей, не поверите, внутри жар сделался, аж рука не терпит. Ха! Едва вышкребся. — Весь колос как кисель. Вершивший клади носатый хмурый Никанор Селезнев посмотрел на Рыклина долгим взглядом. — Как кисель. — Голова-то у черта. — Голова-то? — Как на ней только рожек нет, а? — Век бы самому не додумался. Как ни старались колхозники с активами комсомольцами, а к концу дня единоличники заскирдовали все одно больше. — У них есть мотив. — Замотивированы. — Молодежь окрестила его Ноевым ковчегом. В него единоличники впрягали четверку сытых мэринов. Жадный Емелько Прокуткин укладывал на ковчег до пятнадцати больших копин за один раз. Целый сток, скрипя на все поле колесами, медленно двигался к гумну. — Люблю усивок заобычий. — Крахтят! Кряхтя довезут! — ликовал рачительный Емельян Прокуткин. На молодьбе Егор Егорыч оставил только Лупана Федулова. До двух девок для перетряски и съемки соломы. Все. Седов дважды приходил на гумно к мужикам. — Осень, сам знаешь, Митрий Митрич. Скорей собрать бы в кучу казенное добро. С молодьбой раскараванишься — скирдовку потеряешь. — Нет уж, ты мне это оставь. Молоти во весь ток, — резко возразил Седов. — Мне дороже всего первый хлебец государству предоставить. Рыклин не только не стал возражать, но как будто с большой радостью даже согласился. — Ну и слава с Христом, что небес с хвостом! — Насколько же видно, партийная голова над головами — голова! — Насчет хлебушка государству, уважал Митрич, это ты действительно драгоценные слова сказал. А мне, при всем моем старании, подобной идее даже и в башку не влазило. Все жаждовал, как бы, побольше заскирдовать, поболее. Ночью, когда все — и колхозники, и единоличники — уехали, Седов со всем своим молодежным отрядом остался на поле. Не теряя времени, они на Рыклинском, на Ноевом этом ковчеге сметали две новые клади, выровнявшись с единоличниками по скирдовке и значительно перегнав их в обмолоте. — О, всех обмолочу! — Обмолотым! Седов вспомнил директивные указания Быкова о работе с комсомолом. — Он все вспомнил. — В последнем отчете у тебя числятся два комсомольца. — Ха! — Именно числятся! — Ха! — число! — разносил его Быков. Седов, занятый тысячей дел, не мог выбрать времени для молодежи. А тут все складывалось само собой, гля. Целую ночь с ребятами! Эта звездная ночь с хрустким инеем на блеклых травах, с бесшумным полетом ночных птиц над онемевшими полями врезалась в память молодежи на всю их оставшуюся жизнь. — Слушайте, Костюха, и ты, Иван Емельяныч, за кого мы кровь свою в гражданскую проливали? — За кого? — вот допытывался у парней Дмитрий. Они шли к гумну рядом с ковчегом. Лунный свет серебрил жнывнык. Пусто и тихо было в полях. — Да ты меня, дядя Дмитрий, не пытай. Я давно сам все знаю. А ты? — Здравствуй, скамаланья. Я твой сват. Вот так вот. — Я, может, об отца своего не одну орать, но обломал насчет колхозу. — Занесся Костюха. — А ты меня как невесту уговариваешь. — Я, Митрий Митрич, и перешел Костя на сокровенный уже тон. Давно уже читал, как в разных там сибирских деревнях комсомол орудует на самых трудных, на самых почетных местах сидит. И вот думал целыми ночами напролет. — Что же это наши-то батьки-коммунисты думают, а? Наши-то батьки. — Я вот Иваньшу давно с комсомольским уставом ознакомил. И ручательство за него готовы дать. А то у нас с Никиткой смехота. У двух-то я за секретаря, а он за комсомольскую массу получается. И ребята рассмеялись. И весь следующий день Дмитрий перекидывался с ребятами шутками и многозначительными взглядами, непонятными даже Герасиму Андреевичу. Седову очень хотелось, чтобы ребята сами додумались до поверки работы на таках. А солнце уже падало за теремок. — Мы-то, конечно, работали как надо. На то мы и комсомольская молодежь. Передовой отряд — бросил Седов явный намек Костюхе. Но парень не понимал. В Светлоключанском колхозе этак же работали две бригады на пахоте и севе. Одна из них такую городьбу нагородила. Хм, не приведи Господь. И вот только сейчас Костюха понял. Ха-ха-ха. Дошло до жирафа. — Ага. Он собрал ребят, и они долго о чем-то совещались за кладами. — И вот я, Митрий Митрич, вот что надумал. — Слухай. Костюха скинул шапку, как это делал обычно Дмитрий Седов, — пригладил непокорный хохол. — Хорошо бы большевистскую проверочку насчет добротности в работе, а? — А то сам понимаешь. — Разные случаи бывают. — Угу. — И у нас будут. — Угу. — И опять поправил свой хохел. — Вот, пожалуй, и секретарь у них. Лучшего не найдешь. — И как я мог такую голову у себя под самыми руками проглядеть-то, — удивлялся Дмитрий. — А вот оно. Бриллианты. — А когда с полей к широким, как городище гумнам, был свезен весь хлеб, когда единоличники и артельщики на радостях откачали высоко взметывая от земли Петухова и Рыклина, Седов по требованию костюха Недовиткова заявил. — Черновушанская комсомольская ячейка, боевая подмога партии и наша смена вносят предложение. Дмитрий очень волновался. — Сделать проверку качества работы по молодьбе и заскердовке. — Проверка качества. И Егор Егорыч поспешно пробился к Дмитрию. — Иди сюда. — Вот за это спасибо. — О, вот это по-хозяйски. — Да. — И дай я поцелую тебя за такое коммунистическое рачительство, а? — Дай на поцелю. — Че ты-то такой влюбленный, а? Егор Егорыч обнял Седову и поцеловал под дружный смех мужиков и баб. — Действительно поцеловал. — Губу тебе не откусил он, Митша, а? — пошутил Акин Фовечкин. В поверочную комиссию вошли Седов и Рыклин. Артельщики выдвинули Рахимжана и от комсомольской ячейки Костюху Недовиткова — единоличники хозяйственного Емельяна Прокуткина. И солнце уже вообще опустилось. Оно уже не видело этого всего. Смеркалось. А с вечерней прохладой усилился и запах леса. Первыми проверяли артельщиков, на гумне которых собрались все черновушане по мочане. Люди с замиранием сердца следили за действиями комиссии. Егор Егорыч долго и старательно рылся в Микине там, перепуская ее с ладони на ладонь и отдувая полову. Да отмухал. В соломе он отыскал несколько непромолоченных колосков и разразился длинной речью. — Ишь, як молотять! Ишь, як государственное добро ценять, а? От щенки, щеночки! Кончил наконец и он. — Я кончил. И стало уже совсем темно. Егор Егорыч предложил дальнейшую проверку качества работ отложить уже до завтрашнего утра. — Сами понимаете, граждане товарищи, как можно в эту тему обмолотые добротные скердовки установить? Я, я, а не я. А дома вон пироги стынуть. — Ну, клади же наши вот, ну, не убегуть! Единоличники хором поддержали Рыклина. Дмитрий Седов улыбнулся в усы, но не стал настаивать. В самом деле, было уже действительно темно. Цельную ночь не спали Егор Егорыч и Никанор Селезнев, перекрывая крышей своих скерт. О, все перекрыли! Всегда молчаливый и хмурый Никанор был необычно разговорчивый. — Ты шишкастый дьявол! Думал, дураки они, а? Думал, никого кроме тебя умней на свете нету, а? Ага. Под этими звездами, под звездной россыпью, невидимые над полями летели журавли. Они все видели. Прощальные их клики хватали за сердце Егора Рыклина. М-м-м! 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 М-м! 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 Душевное рыдание, как плач по-мёртвому, роняло стоны улетающая из родных мест птичья стая. И от боли, от бессильной злобы хотелось плакать. «Рлы, рлы!» — всё слабее и слабее доносился из мглистой холодной синевы разговор пернатого каравана. Егор Егорыч, работав молча, не курлы-курлы, плечи его ныли, очень хотелось спать. В деревне сейчас пировали по мочане. И он и Селезнёв сказались больными. Всё. Утром на другой день Дмитрий Седов посмотрел им в глаза, улыбнулся, но ничего не сказал. «Неужто догадался, а ты, кривой чёрт? Неужто побачил?» — подумали и Рыклин, и Селезнёв. Но ничего не сказали. Не курлы-курлы. На общем сельском собрании Дмитрий Седов вынул из кармана заявление и громко прочёл. «В колхоз горные орлы. Сил моих больше нет ходить сбоку жизни. Ночами не сплю, еды лишился. Другого выхода, как к вам, нету. Тоже советую сделать и соседям моим, Фоме Недовиткову и братам Свищевым». Акинф Овечкин. Точка. Середняк. Точка. Зачитал. Акинф и на этот раз, председательствовавший на собрании, потупился. Кровь от лица его отхлынула. Черновушанцы приподнимались на носки, вытягивали шеи, пытались взглянуть на Акинфа, словно никогда и не видели его. С нового ракурса. Кто-то из дальнего угла сказал. Просватался всё-таки Акинф. Но шутка эта не вызвала смеха. Тишина нависла над собранием. Картели, организованные из-за худалой бедноты, приезжим из города коммунистам, черновушанцы привыкли, но в живучесть её мало кто верил. Скоро помре. Сдохне. Я тебе кажу. Да. Да. Поэтому вступление такого хозяина, как Акинфовечкин, поразило всех. Тогда-то и выступил с приготовленным докладом Дмитрий Седов. Итоги кружили голову. Эту ночь Дмитрий не спал. Попытался представить будущее колхоза через пять лет. Через пятилеточку. И оно поразило его воображение. В десятеро увеличенное тракторами. В десятеро. Убираемая комбайнами пассивная площадь. Электричество в домах. Да будет свет, значит. Шоссейная дорога через горы. И по ней собственные колхозные грузовики с надписью на кузове «Горные орлы» летают. Бегают в район, из района и вокруг. Моральник в тысячу голов будет. Пасека на две тысячи ульев. И маслодельный завод. А, вишенка на торте. Средняя школа будет. Средняя образовательная. Далеко полетим, орлы, значит. Через горы. И Дмитрий закрыл глаза. И, как словно в том кинематографе, увидел, Что через горные реки, по новеньким мостам, С желтыми еще перилами, Бегут, погромыхивая бочонками с маслом, Бодейками с медом, Ящиками с моральными пантами, Собственные машины. Горные орлы. А на бочонках сидит он, Дмитрий Седов. Седов восседает. Кто мне скажет, что мы не растем, м? Вот кто скажет? Спрашивал он собрание, Вперев горячий глаз в Черновушан. Они кто? Факт налицо. Факты. Страна в гору. И мы в гору. Не позади. Тракторные заводы, Грузовики и советская власть, Великая наша партия, Крестьянину строит. И пришел он к излюбленной им манере Непреложных доказательств Вопросами и ответами. Ну да. Сам спросил, Сам испытал. И сам и ответил. Все правильно. Что у нас в артеле было В первую весну, а? Вот что спрашивается? Пять пар мужских рук До несколько худоногих конишек. А теперь что? Но не в этом главное достижение Жизни нашей. Главное в движении Сознательности. Сознательное движение. Вот вам большевистская подпора, Комсомольская ячейка. Вот вам Акинф Овечкин, Которого мы определили Нашим мораловодом За его большую приверженность К моралам. Я сегодня целую ночь не спал. И Дмитрий рассказал собранию И о грузовиках, И о тракторах, И о комбайне, Который и жнет, И молотит, И веет. Под круговую. Все вместе. Посев тогда мы будем проводить В десятидневку. Слышали? Запомните эти мои слова. Десять дней. Не больше. Уборку, Тоже в десятидневку. Двадцать-тридцать рабочих дней в году И горы хлеба. А масло? А мед? А орех? А морали и рог? А пушнина? И это же, дорогие товарищи, Не голая моя фантазия. Это же великая наша партия Доказывает на непровержимых фактах. Перебивая один другого, А заспорили, Закричали близнецы свящего Ереферия и Елизарий. Не уже так и будет, а? Что за золотые горы, а? А переплыгнем? Ай, возьму и подмахну. Подмахну, братан, Набрался смелости Елизарий. А может и будет. Дрожащими пальцами он подписал Сие заявление, Тут же написанное по его просьбе Косте Недовитковым. Я подпишу. И тотчас же Ереферий, Распихивая мужиков, Тоже пробился к столу. Я тоже подписывал. Тех, один раз умирать, а? Сколько той жизни. И то же малиновое отволнение Лег всей грудью на стол Подписывать сей документ. Следом за свищевыми Коротко и хмуро Объявили о вступлении Два брата Ляпуновы. Обругав все собрание, Убежал домой Емельян Прокуткин. Вконец растерявшийся Фома Недовитков Тоже начал пробираться к выходу. Но его заметил Костя И толкнул Дмитрия. Улепетывает мой подшефный, Указал он на отца глазами. Угу. Ты куда, а? Куда ты? Остановил Недовиткова Седов. Фома покорно вернулся, Но на все уговоры Дмитрия и Герасима Андреевича Твердил только одно. Погодите! До комбая погодите, мужики! С потертыми заявлениями Пробились в столу Однорукий Кузьма Малафеев, Опытный Соболевщик, И с ним два его спутника По охотам Братья Бурнашовы. Подал заявление И редковолосый мужик С желтым и дряблым Бабьим лицом Никандр Краснозобов. Как налимы в мордочку! Сами лезут! Будьте вы прокляты! Никанор Селезнев Так хлопнул дверью, Что аж зазвенели стекла. Заседания расходились ночью. Марий Воно, сынем пламенем! Да! Егор Егорыч вышел с младшим Селезневым, С обоим и Федуловыми, С братьями Апояскиными И стариком Архипом Быковым. Это заседание Просто потрясло Рыклина. Но не уже так буде. Он сидел в дальнем углу, Забытый всеми, И молчал. Егор Егорыч Давно ждал этого удара, И все-таки удар Застал его Прям врасплох. Умный, Наблюдательный, Он ясно видел, Что начавшееся Массовое движение В колхоз. Никак Остановить нельзя. Вот никак, Прямо. Снежный ком. Как и не остановишь Пущенный с горы Камень. Все. Летить, Каменюка. Одойды. Ай, Дожилися. Снежный ком. Снежный ком. CAN- Субтитры создавал DimaTorzok Там целая библиотека наших рассказов Старичок, заходи на пикничок Каждый божий день в 18-го Не пропустите А на сегодня шо? А на сегодня все Покедова, споки-ноки